Пойдем сразу работать, задал тон для делегации Андрей Хмель. Сказано, сделано. Отправились знакомиться с Бобруйским водоканалом. Согласно протоколу, сначала цифры и статистика. От стендов перешли непосредственно к инструментам работы. Рядом с опытными агрегатами высокотехнологичные разработки. На базе этой машины целая диагностическая лаборатория. Робот компактный, спереди видеокамера. Картинка передается на экран пульта в режиме реального времени. Умному гаджету под силу пробраться в те места, где человек просто-напросто не пролезет. Например, гаджет запросто пройдет по трубе диаметром 15 сантиметров. Следующая остановка – диспетчерская. Главный орган водной системы города. Уровень жидкости в трубах, давление, аварийные ситуации. Все онлайн-данные можно видеть на этих четырех экранах. И все-таки техника без человека – груда металла. Общение с работниками предприятия – главная цель визита. Не секрет, что есть в различных организациях сегодня проблемы, требующие решения. Эти проблемы не носят такого срочного характера, больше организационного. Но хотелось бы эти проблемы обсудить. В этом актовом зале обсудили проблемы. Это и обеспечение централизованным водоснабжением частного сектора, обновление канализационной системы. По словам министра, Бобруйск сможет с легкостью все планы превратить в реальность. Абсолютно современное предприятие, которое отслеживает все тренды профессиональные, которые сегодня появляются на рынке, все наилучшие технологии. Здесь применяются отрадно, что оказание услуг водоснабжения, водоотведения Бобруйского водоканала сегодня не субсидируется. Это говорит о том, что предприятие очень четко работает своими затратами, понимает свою задачу. В текущем году продолжаются работы по реконструкции существующих сетей, строительства новых сетей. И хочется также отметить, что в планах Бобруйского водоканала это подключение ближайших населенных пунктов, Березовичи, поселка Юбилейного, Дельнощатково. Водоканал стал отправной точкой визита. Конечная – жил комхоз. Госзакупки, тендеры, заказчики, исполнители. Андрей Хмель и здесь ознакомился с положением дел. Сотрудники остались довольны диалогом. Визит министра получился более чем продуктивным. Андрей Хмель увидел реальную картину в жилищно-коммунальном хозяйстве Бобруйска. Определил проблемные вопросы и дальнейшие тренды развития сферы. Бобруйск, к моей радости, встретил хуже, но с чистыми улицами. Это очень приятно посещать такие чистые города. Нужно сказать, что это тренд в Беларуси. Одна задача министра, министерства, руководителя на местах – это тренд поддерживать. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.